Теплые дни и весной, и летом – время активности клещей. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, паукообразные вредители искусали с начала весны уже более 380 жителей региона. Однако жертвами клещей становятся не только люди, но и братья наши меньшие. Чем чреват укус клеща для животных и что делать, если собака и кошка стали жертвами кровососов? Самое распространенное – это иксодовые клещи. Они обитают не только в лесах, но и в парках, дворах, на дачных участках. Так что подцепить и этого паразита собака или кот могут где угодно. Лабрадор Дональд регулярно приносит на себе с прогулок маленькие, но очень неприятные сюрпризы. Прогуливается по лужайкам и подцепляет на лапы и на грудь. Возвращаемся, снимаем по 5-6 клещей периодически бывает. Клещ может блуждать по животному несколько часов в поисках наиболее лакомого места. Заметить его из-за шерсти непросто. Поэтому зачастую собаководу используют всевозможные капли и таблетки в качестве профилактики. Эффективно, но, увы, от самих укусов это не защищает. Остаются вот такие вот выболены, неприятные даже опухоли на теле. Кусали и за щеку, и за грудь кусали. И поэтому все равно собаке будет больно. Действительно, этот паразит надолго оставляет следы на теле своей четвероногой жертвы. Врачи подтверждают, что профилактические препараты не защищают от укуса. Если говорить о каплях, направленных на защиту от насекомых, которые капают в районе холки, то у них маленький срок действия – около месяца, в лучшем случае. А вот таблетки защищают организм животного изнутри. Таблетка защищает не заразиться вот этими заболеваниями, которые переносят клещи. То есть она защищает организм полностью. Клещ не впускает свои яды в кожу, в кровь, и, соответственно, животное не заболевает. К слову, для кошек эти клещевые инфекции не страшны. А вот для собаки, если не проводить регулярно профилактические меры, укус может обернуться развитием болезни лайма, эрлихиоза или пироплазмоза. Это самое опасное для заболевания в этот период. Клещи заражают кровь. Соответственно, у животного начинается недомогание, начинаются рвоты, поносы, возможно, темная моча с кровью, высокая температура. Это смертельное заболевание. Зачастую хозяева сами снимают с любимца клещей. Делать это нужно тоже правильно. Паразита лучше выкручивать против часовой стрелки. Но если останется головка, то может начаться абсцесс. Поэтому стоит довериться специалистам, тем более, если укус первый. Вообще, говорит врач, обращений с клещами всегда много. В день 3-5 стабильно. Поэтому лучшая защита – профилактика. Обработка территории специальными растворами, прививки и таблетки. Если вдруг питомец все же подвергся нападению, то стоит внимательно следить за его состоянием. При малейших недомоганиях обращаться к ветеринару. Если вовремя заметить симптомы, то поставить четвероногого на лапы – шансы весьма велики.